Это программа «День с толком» в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. Мощный фонтан в результате порыва, который накануне выбил окна жилого дома в Барнауле, все-таки оказался струей нечистот. Это подтвердили сотрудники Водоканала. Напомним, коммунальная авария произошла на Северном Лосихинском проезде. В результате повреждения коллектора высота фонтана из фекалий достигла шестого этажа. Сейчас коммунальщики устраняют последствия порыва, а жители новостройки до сих пор не могут отмыть свои квартиры. У многих выбила окна, пострадала мебель, техника, стоит жуткий запах. Облито было все. 15 сантиметров вода вот здесь вот стояла. То есть я сегодня вот уже начала убирать, потому что невозможный запах. А вот вы говорите 15 сантиметров воды, но это же была не вода, это 15 сантиметров фекалий. Это вот, это моча, вода, я не знаю, там плюс вот это вот все, песок. Полностью была вот так вот лужа туда под мебелью. Это стояло у стены, то есть у нас уже все. То есть ей пришел конец, его можно выбросить. Ну вот это, я так думаю, не оплатят, да, молодой человек. Подробнее о том, кто теперь будет восстанавливать ущерб от аварии, и как жители справляются с зловонием, расскажем в вечернем выпуске. Ну а прямо сейчас о Барнаульских дорогах. Еще на четырех объектах, которые в этом году попали в национальный проект, завершился ремонт. Сегодня Сергей Дугин оценил проделанную работу. Играют по-крупному в этом году дорожники разошлись не на шутку. Только сегодня чиновники во главе с Сергеем Дугиным принимали улицу Шукшина, Ленинградскую, Антона Петрова. Вот, наконец, открыт один из главных объектов этого дорожно-строительного сезона. Проспект социалистический здесь. Как говорят чиновники, к работам подошли максимально комплексно. Положили новый асфальт, плитку на тротуары, бордюры, даже посеяли газон. В общей сложности в дорогу, тротуары и землю здесь ушло 39 миллионов рублей. На все вышеназванные участки в Копе ушло 77 миллионов. То есть социалистический здесь самый затратный. Ну и качество материалов, говорят, соответствует. Уложили выравнивающий слой и уложили слой шмар. Это, так скажем, надежный вид асфальтобетона, который прослужит долгое время. Она в проезжей части здесь интенсивность очень большая. Ну, я думаю, 15 лет прослужит витон. При этом гарантия на асфальт, как и на тротуар, 5 лет. То есть в ближайшую пятилетку здесь будет, как говорят в администрации, красиво. Только этого мало. Дорога сделана красивая. Пешеходная зона красивая. Что еще осталось здесь делать? Можно много заниматься какими-то вопросами. И зданиями. Ну, как тот говорит, теплее, теплее. Я бы хотел бы, но это не твоя зона, но сейчас у нас задача привести в соответствие фасады. Время фасадов еще наступит, а вот в своей сфере дорожники вроде приближаются к финишной черте. Мы на сегодняшний день находимся на такой стадии за экватором, скажем так. То есть у нас 11 объектов мы уже завершили. На 12 сейчас работы ведутся. 8 уже закончены и как раз готовятся к эксплуатации, к сдаче. На 2 еще предстоит нам зайти. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» протяженность качественного покрытия должна будет увеличиться почти на 7%. В ближайшее время дорожники переберутся на другие участки. В частности, планируют отремонтировать улицу Короленко, Гоголя, Пролетарскую и Гебблера. Андрей Дреер. День с толком. Ну, а если вы планируете поездку в Бийск из Барнаула, вы сдержитесь от этого сегодня вечером. Движение на трассе будет ограничено в связи с прохождением колонн военной техники. Госавтоинспекция региона информирует, что сегодня колонна будет двигаться с половины десятого вечера до 12 ночи по автодороге Р-256. Это граница Косихинского и Первомайского районов. А в Барнауле начались раскопки на предположительном месте захоронения Ивана Ползунова. Накануне на площади Свободы возобновили строительство ливневой канализации, которая была остановлена два года назад из-за обнаружения захоронений. Есть вероятность, что на месте раскопок может быть обнаружена могила Ивана Ползунова, а также останки известных руководителей сереброплавильного завода, пишет Политсибру. Право на проведение археологических изысканий от Министерства культуры получил профессор Агу Владимир Семибратов. Специалистам предстоит найти сохранившийся культурный слой, где, возможно, есть захоронение. Кладбище было единственное на тот момент в Барнауле, и там хранили всех – от генералов до рабочих. Если найдут останки, то возьмут анализы, а затем перезахоронят. Прах предали земле. Накануне на Заринском кладбище захоронили урну с останками ветерана Великой Отечественной Евгения Доильницына. Он ушел из жизни еще в прошлом году, но покой обрел только вчера. Почему, расскажет Илья Кочетков. Дева Бога, бессимене ручая, моли спасися души его. Он прожил долгую, сто лет и насыщенную жизнь. Воевал на Курской битве, освобождал Киев. В мирное время занимался наукой в Новосибирском Академгородке. По словам родственников, завещал после смерти развеять прах в родном Заринском районе. Мы его сожгли. Прах вот этот Алеша захоронил, как мог. Он, конечно, не умело все сделал, но что сделаешь? В итоге урна с прахом провела в реке Чумыш почти 9 месяцев, пока в июле ее случайно не нашли отдыхающие. История получила резонанс. К делу подключились ветеранские организации, политические партии. И прах захоронили на кладбище в родном для покойного Заринске. Мы спросили организаторов, почему волю покойного на этот раз не исполнили до конца, не развеяли прах. Мы этот вариант не рассматривали. Почему? Потому как прах, находясь в воде, он уже закаменел в пакете. И просто разбивать это все, кощунственно это делать. Поэтому мы решили уже по традиции сделать захоронение почетное. Теперь прах ветерана обрел покой на Северном Заринском кладбище на аллее ветеранов. Евгения Доильницына захоронили среди других участников боевых действий. Местные власти пообещали взять уход за могилой на себя. Илья Кочетков, Александр Антропов. День с толком. К другим темам. Новый тренажерный комплекс установили в Камне-Наоби. Деньги на спортплощадку жители собрали сами, не дожидаясь помощи властей. Как в наши дни работает русская мудрость с миру по нитке, расскажет Полина Жданова. Теперь у подростков Камня-Наоби по вечерам новое место для сборищ и развлечений. Но исключительно полезных. На старом стадионе появилась новая спортивная площадка. Качать пресс, висеть, лазать по лестницам могут как самые маленькие, так и дети постарше. Перекладины. Польца. Турнички разные. На цепях. Подтягиваться. Я на тренечек. Куртится. Спортивный комплекс появился благодаря городской федерации борьбы и неравнодушным гражданам. Спортсмены и активисты собрали уже более 60 тысяч рублей на спортоборудование. Администрация города денег не добавила, но выделила место для установки тренажеров. Горожанам осталось только сделать насыпь на площадке. Молодежь тянется к спорту, поэтому надо как-то им помогать, потому что не хватает этого. Очень много другого, а спорта очень мало. Это далеко не все идеи каменских активистов. Следующим летом они хотят расширить тренировочный комплекс. Конечно, денег придется собрать еще больше, чтобы поставить полноценные тренажеры. Как считают инициаторы, это поможет сделать тренировки и спорт неотъемлемой частью жителей Камня-Набий. Полина Жданова, Александр Антропов. День с толком. Ну а наша редакция присоединилась к ежегодной благотворительной акции «Соберем детей в школу». Мы понимаем, что в этом вопросе не оригинально, но ведь не это главное. Главное, что и мы сможем помочь малоимущим или многодетным семьям подготовить ребенка к учебному году. Канцелярия, рюкзаки, форма и обувь. По самым скромным подсчетам на все это необходимо потратить порядка 10 тысяч рублей. Наша редакция до 24 августа становится точкой сбора школьных принадлежностей. Если вы хотите помочь детям, которые в этом нуждаются, то приходите к нам в будние дни. Мы находимся на улице Короленко, 51. Если нужна более подробная информация, звоните. Наш номер телефона 722 440. Соберем детей в школу вместе. В завершении выпуска по традиции о погоде на Алтай на несколько дней пришла долгожданная прохлада. Завтра в отдельных районах возможен небольшой дождь, гроза и северный ветер. Днем температура воздуха будет около 25 градусов. Грозы возможны и в субботу. День будет еще прохладнее. Иногда порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду. С понедельника на несколько дней в край вновь вернется жара выше 30 градусов днем. Спонсор прогноза компании Валар. У меня к этому часу все новости. Смотрите нас также на нашем канале в Ютубе, в соцсетях, Инстаграм, Вконтакте, Фейсбуке. Там не только новости, но и розыгрыши с призами и жизнь нашей редакции. Насыщенная и забавная. Смотрите и подписывайтесь. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok